Здравствуйте! Урок номер 2. Будилова Лариса Анатольевна, лицей 165. Уравнение, содержащее переменную под знаком модуля. Прорешивание примеров, которые могут понадобиться при решении каких-то определенных тем, связанных с уравнением. Значит, рассмотрим пример. 2х квадрат плюс 4 плюс х минус 4 равно х квадрат плюс 2х минус 2. Если рассмотреть эти два уравнения, модуль с левой и модуль с правой стороны, мы заметим, открыть его можно как положительное значение, также открыть его можно как отрицательное значение. В результате у нас получится абсолютно одинаковое уравнение. Поэтому в данном случае можно раскрывать как положительное значение. Получается х квадрат плюс х минус 4 с одной стороны и х квадрат плюс 2х минус 2 с другой стороны. Если мы с вами преобразуем это выражение, мы получим х квадрат минус х минус 2 равно 0. Это уравнение при помощи теоремы Виета. Можно решить и найти корни. Корни у нас получатся минус 1 и 2. Второй вариант. Можно раскрывать первое уравнение как положительное, второе как отрицательное или наоборот. Мы заметим, что мы получим абсолютно два одинаковых уравнения, если правую часть уравнения умножим на минус 1. В данном случае достаточно раскрыть это уравнение как первую часть положительную, вторую часть отрицательную. Если мы преобразуем это уравнение, у нас получится уравнение Вида. Также по теореме Виета можно найти корни. Эти корни будут выглядеть таким образом. Минус 2 единица. При помощи проверки можно найти то, что удовлетворяет нашему решению. То есть мы можем записать корни, все четыре значения. Рассмотрим пример, который очень часто путают с тем, что этот пример не имеет решения. Модуль х равно минус 3х минус 5. Его путают с примером, когда вот такое выражение не имеет смысла. В данном случае модуль не может быть отрицательным числом. И здесь на самом деле решение этого уравнения имеет пустое множество. В данном случае это уравнение имеет смысл, потому что х это переменная и может принимать отрицательное значение. Поэтому мы с вами раскрываем модуль как положительный и как отрицательный. Просчитываем две системы, когда х больше равен нулю, у нас получается выражение 4х равно минус 5. И когда х меньше нуля, выражение получается 2х равно минус 5. Рассматривается две системы совокупности. Получаем х больше равно нулю, когда х равно минус 1,14, и х меньше нуля, когда х равно минус 2,5. Просматриваем систему. Какая система будет удовлетворять решению, а какая нет. Значит, в первом случае у нас получается при х больше равном нулю, наше значение не удовлетворяет решению. Рассматриваем вторую, когда у нас значение меньше нуля. Получается минус 2,5. Оно удовлетворяет решению. В данном случае решением этого уравнения является всего один единственный корень. Рассматриваем еще один вид уравнений. Первое. х плюс 1 по модулю плюс модуль. х минус 5 равно минус 6. В данном случае мы видим, что у нас сумма двух модулей это положительное значение. В результате отрицательным значением быть не может, поэтому мы получаем пустое множество. Если же мы рассмотрим уравнение, когда 6 у нас положительное, то решать мы будем вот таким образом. Расплатрим значение модуля, когда они превращаются в 0. Это первое число минус 1. И второе число, равное 3. Распределим его на координатной оси. Первое значение у нас минус 1, второе значение у нас 3. Разбиваем на 3 промежутка. Первый промежуток от минус бесконечности до минус 1. Второй промежуток от минус 1 включительно до 3. И третий промежуток от 3 включительно до плюс бесконечности. Просматриваем, какие знаки у нас принимает наш модуль первый на промежутке от минус бесконечности до минус 1. Это будут оба отрицательных значения. На промежутке от минус 1 до 3, минус 1 включительно, принимать будет значение от минус, плюс и минус. И в последнем промежутке два значения плюс. Поэтому первое уравнение откроется как два отрицательных значения. Уравнение, просчитав это уравнение, мы получим х, равное минус 1. Если посмотрим на наш промежуток, не удовлетворяет нашему решению первое уравнение. Рассмотрим второе. Второе уравнение открывается первое как положительное, второе как отрицательное. Решив это уравнение, мы получаем 0, равно 0. Это значит, что наш х принимает любые значения, находящиеся на этом промежутке. Третье. Оба значения открываются как положительные. Получаем значение, равное 5. Это значение принадлежит нашему промежутку. И таким образом в ответе мы получаем от минус бесконечности до 5 включительно. Здесь у нас получалось значение не включительно, так как в третьем уравнении мы получили 5, которое удовлетворяет нашему решению, поэтому ответ будет выглядеть в таком виде. Так, рассмотрим еще один вид уравнения, когда модули у нас получаются 3. Находим все корни, когда наш модуль превращается в 0. В данном случае корней будет 3. Распределяем их на оси. Отмечаем. Таким образом разобьем на 3 границы. Первое будет от минус бесконечности до 1 не включительно. Второе. От минус 1 включительно до 2 не включительно. Следующий. От 2 до 3 не включительно. И последний. От 3 до плюс бесконечности включительно. Просмотрим на этих промежутках, как откроются у нас знаки. Первое. Все 3 открываются отрицательно. Затем положительно-отрицательно. 2 положительно-1 отрицательно. И последний. Все 3 положительные. Записываем первое уравнение. Когда все 3 знака у нас отрицательные. Минус х плюс 1 плюс 2х минус 4 минус 3х плюс 9 равно 4. Если мы преобразуем это уравнение, мы получим х равное 1. Оно не удовлетворяет нашему значению. То есть в данном случае из этого уравнения в ответ оно не попадает. Рассматриваем второе. Когда первое открывается как положительное значение, а два других как отрицательное. В данном случае получается 4 равно 4. Это говорит о том, что х принимает все значения, находящиеся на промежутке от 1 до 2. Следующее третье уравнение. Когда уже два из них открываются как положительные, и только третье как отрицательное. В данном случае х у нас получается равное 2. Удовлетворяет нашему промежутку от 2 до 3. Это говорит о том, что этот корень будет удовлетворять всему нашему уравнению. И последнее открывается как 3 положительных. Просчитываем еще одно уравнение. Получается х равно 5. Этот корень тоже удовлетворяет нашему промежутку от 3 до плюс бесконечности. Таким образом, наш ответ будет выглядеть так. Х принадлежит промежуток от 1 до 2 включительно. И еще значение 5. Так, рассмотрим пример. Х квадрат минус 18 модуль х минус 2 минус 4 равно 0. В первом случае модуль может открыться как положительное значение. Тогда ваше уравнение будет выглядеть в таком виде. И если модуль откроется как отрицательное значение, тогда уравнение перепишется вот в таком виде. Мы должны рассмотреть две системы и объединить их в совокупность. В данном случае мы получаем квадратное уравнение равное 0. И если у вас х меньше 2, то квадратное уравнение возьмем две системы и совокупность. В данном случае при помощи теоремы Виета мы можем решить эти квадратные уравнения. у нас получится значение. Мы должны будем рассмотреть х больше равно 2, х первое с первого уравнения равно 16, и х второе из второго уравнения равно 2, так как произведение будет 32, а сумма будет 18. Теорема Виета работает. И второе. рассматриваем. Здесь у вас будут значения х меньше 2, х третье минус 20, х четвертое 2. Рассматриваем. Произведение минус 40. так сумма так сумма 18, минус 18. Рассматриваем, какие корни будут удовлетворять вашему решению, а какие нет. получается значение больше равно 2. Это значение 2 и значение 16. Оба корня удовлетворяют. Рассматриваем вторую. В данном случае у вас значение меньше. Удовлетворяет значение минус 20. 2 не удовлетворяет, но оно удовлетворяет нашим первым, так как это совокупность, в ответ пойдут все три значения. Значит, х будет принадлежать значение 2, 16 и минус 20.